Всем привет! Мы находимся в городе Лекко. После завтрака мы планируем прогуляться по городу и по озеру Кома. Как всегда, мой любимый супруг готовит нам завтрак. Это наши апартаменты. Здесь есть всё. Всё самое необходимое. Я не нашла только одну вещь. Кухонные полотенца для стола. Конечно, можно и без него обойтись, но как вытирать стол? Лекко Комуна Виталий располагается в регионе Ломбардия, на юго-восточной лимана озера Кома. Население составляет около 50 тысяч человек. Занимаемая площадь 45 квадратных километров. Тот рукав озера Кома, который тянется к югу между двумя непрерывными цепями гор, образующих, то выдвигаясь, то отступая в множество бух и заливов, вдруг-то сразу суживаются, принимают ветряки и несёт свои воды между высоким мысом с правой стороны и обширным низменным побережьем с левой. И мост, соединяющий в этом месте оба берега, делает это превращение ещё более ощутимым для глаз, словно отмечая то место, где кончается озеро и снова начинается ада, дабы дальше опять превратиться в озеро там, где берега, вновь расступаясь, дают воде свободно и медленно растекаться, образуя новые заливы и новые бухты. Так описывает Александра Монзони. В центре Лекко сохранились старинные крепостные стены и ров, а также мост, построенный по приказу Акциони Висконти в XIV веке. И хотя не сохранились его башни, выглядит он по-прежнему внушительно. Осмотрите местные церкви. Особенно впечатляет базилика Сан-Николо или Сан-Николо. Не знаю, как правильно произносится. Перестроенная и расширенная архитектором Джозеппе Бавара в неоклассическом стиле. Её здание возвышается над руинами городских стен, окружавших город в XIII веке. Сохранилась только часть стены, примыкающей к круглому бастиону XV века. В 1882 году он был перестроен в колокольню в готическом стиле. Чуть в отдалении находится церковь Святой Марты в барочном стиле. Лекко – городок на озере Тома с очень красивой панорамой, где река Ада вытекает из Ларио, образуя озеро Горлатку. Вокруг скалистые горы самых причудливых форм. Лекко – Резигоне, Дверуки, Сан-Мартино, а с другой стороны озеро – Морикалу. Лекко является важным местом с точки зрения туризма, спорта и альпинизма. Знаменита группа альпинистов – пауки из Лекко. Здесь находятся отличные подъемники. Заселенный с доисторических времен, в начале Лекко представлял собой укрепленное селение. Позднее находился под управлением Рима. Был важным городом в Средние века, свободной коммуной в XII веке. Враг Кома в Десятилетней войне. Лекко затем перешел под Иго де ла Торо и Висконти. С 1992 года Лекко стал одной из провинций Ломбардии. Известное трудолюбие жителей Лекко, занятых в Средние века обработкой коконов и приодением шелком. Старый город почти лишен монументальной архитектуры и состоит из здания благородной постройки XIX века, созданных в неоклассическом стиле Джузеппе Бавара, младшим учеником Луиджи Каньолы. Город Лекко – живописный город в Ломбардии на юго-восточном берегу озера Хома, на северо-западе Италии. Окруженный высокими горами, Лекко очень живописный и идеально подходит для активного отдыха. Это тихий, элегантный город, который имеет интересное сочетание красивой природы и архитектуры XVIII-XIX веков. Лекко – это пестрый предгорь Альп в акварели цветов, белоснежный зимой, зеленый летом и покрытый красивым багрянцем осенью. Это красивейшее озеро Кома с изумрудной водой, это разнообразная природа с красивейшими ландшафтами. Это небольшой курортный городок, имеющий вековую историю, связанный с именами Висконти и Монзони. Лекко расположен в 55 километрах от Милана, в окружении Бергамских Альп. Город занимает юго-восточную часть озера Кома и имеет влажный субтропический климат. Мы с супругом стоим на остановке в ожидании автобуса. Чудо не произошло, хотя на остановке написано, что в такое-то время прибудет автобус. Мы даже уточнили у местного жителя. Он тоже подтвердил, что придет, вернее, должен прийти и точно придет автобус. Но мы его не дождались и боялись опоздать на свой пароход. Поэтому мы пошли пешком. Вчера на этот же маршрут у нас ушло два раза больше времени. А все только потому, что мы были с багажом. Вернее, мой супруг все нелся на себе, так как до такси не дозвониться. Мы прождали целый час такси и пошли пешком. Сегодня с утра не так жарко, мы без багажа. И самое главное, мы как бы спускаемся с горы. И, естественно, почти за 20 минут дошли до пунктов назначения. Первые поселения в окрестностях Леко были основаны кельтами. В Средневековье здесь встречались несколько важных региональных маршрутов. В эпоху королингов на озере Кома была построена крепость, которая стала дворянской резиденцией и позднее подчинена миланскому архиепископу. В XII веке Леко соперничал с Миланом. И фактически до XVII века был полуавтономным государством, хотя и включенным в миланское герцогство. С падением миланского герцогства Леко был подчинен испанским монархам, которые превратили город в цитадель. В эпоху ресорджиненто Леко стал важным центром итальянской культуры. Ближайшие аэропорты расположены в Милане и Бергамо. В Леко из этих городов можно добраться на поезде или автобусе. В Санкт-Петербурге Продолжение следует... 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 то сегодняшний день, как и Брагулка, приходит сегодня, как и Брагулка, приходит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА